В эфире программа «Тима часа» и сегодня гость в нашей студии Алексей Михайлович Гребенкин. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Лето прошло, зима вот-вот уже наступит и хочется узнать, как на СВЖД готовиться к зимнему сезону? Что уже есть к этому моменту? Ну, я начну, наверное, с показателей перевозочной деятельности. Лето хоть и закончилось, но в этот раз у нас лето показало очень хорошие, позитивные показатели перевозки пассажиров. Так мы за три месяца текущего года перевезли и в дальнем и пригранном сообщении больше 9 миллионов пассажиров. Это плюс 10% к аналогичному периоду прошлого года. В пригранном сообщении почти 7 миллионов. Это тоже рекорд, можно сказать, мы превысили показатели прошлого года на 10% в дальнем, 2,2 миллиона пассажиров. Всего с начала года у нас перевозки стали порядка 20 миллионов. Мы уверенно приближаемся к показателям до ковидного периода 2019 года. При этом в этом году мы еще увеличили маршрутную сеть, порядка 8% плюс в пригранном сообщении. Всего ежесуточно в рейс выходит порядка 600 поездов. Из них 440 – это поезда пригранного сообщения и 160 поездов в дальнем следовании. При этом, понятно, драйвер роста перевозок и количества поездов – это электропоезда «Ласточка», которые с 2015 года уже по полигону Суловской дороги довольно положительные отзывы получают от пассажиров и ежегодно увеличивают маршрутную сеть этими поездами. – Алексей Михайлович, в пассажирской кампании летнего сезона были ли какие-то новшества? – Действительно, летний сезон текущего года – это у нас две точки роста – Пермский край, Сырловская область. В Пермском крае мы запустили уникальный проект по опыту МЦК и МЦД. В апреле текущего года мы запустили кольцевое движение по пермской регламерации и запустили диаметральные перевозки по четырем диаметрам, кардинально изменили маршрутную сеть, фактически предоставив пассажирам порядка 47 поездов в сутки, которые курсируют в пермской регламерации. Мы сразу увидели положительную динамику изменения пассажиропотоков на этих направлениях, увидели возможности удлинения маршрутов с запада на восток, с севера на запад, с севера на восток, сделав станцию узловую Перм-2 для пассажирских перевозок транзитной для пассажиров, что позволяет беспересадочно следовать на большие расстояния. Это уникальный опыт, мы его приняли с московских диаметров, нам этот опыт действительно был полезен, и мы дальше его транслируем уже в Екатеринбургской агломерации, в Тюменской агломерации, в других направлениях. В Свердловской области вторая точка роста для нас. В этом году мы сделали упор на туристические направления, потому что внутренний туризм развивается активно, и мы увидели запрос от жителей и гостей Свердловской области. Мы продолжили проект «Императорский маршрут» в городе Алапаевск. Мы назначили дополнительные поезда на Каменск-Уральский и в природный парк «Лени Ручье». Данные направления востребованы пассажирами и приносили, конечно, рост отправленных пассажиров на этих направлениях. А если говорить о рекламных каких-то компаниях, как жители, как гости узнавали о том, что есть такие маршруты? Мы совместно с Центрами туризма организовали и промо-туры, и широкое информирование туристического сообщества. Так, например, как раз Алапаевский маршрут и маршрут на Каменске, на «Лени Ручье». Он в том числе распространялся через туристические сообщества, через именно информацию и продажи через туристические компании. При этом наполняемость была в отдельные дни до 100%. Алексей Михайлович, а что говорят пассажиры, что говорят туристы? Есть ли у вас какой-то отклик от них или запрос еще на что-то? Традиционно, конечно, популярным маршрутом является, как поездал «Ласточка». Я уже говорил о том, что у нас отклик от пассажиров на это направление всегда положительный, и пассажиры просят данный вид скоростных перевозок на удаленные территории наших регионов. В этом году, опять же, по желаниям жителей, по решению губернатора Свердловской области, мы 2 сентября запустили поезд «Ласточка» на Качканад. Это одна из крайних северных точек области. Также планируем запустить в крайнюю западную точку нашей Свердловской области поезд до города Красноуфимска. Это тоже будет электропоезд «Ласточка», который будет следовать по времени сопоставим с автотранспортом из Красноуфимска до Екатеринбурга и точно будет востребован со стороны жителей. Но есть другие еще проекты, которые мы развиваем. Это и городские перевозки сейчас. Это тренд, можно сказать, мировой, общероссийский тренд. Наши два города или две агломерации в Екатеринбурге и Пермь попали в программу федерального уровня. Мы развиваем проекты «Мобильный город», «Компактный город». В данных агломерациях и объединяем городскими перевозками направления с городами-спутниками. Я думаю, что тоже такой отклик есть, потому что когда люди имеют возможность от точки А до точки Б проехать просто и понятно и быстро, то это всегда плюс большой. А есть ли у вас уже какие-то планы на лето 2023 года? Что вы конкретно намерены развивать дальше? Конечно, продолжим развитие маршрутов городских электропоездов. В текущем году совместно с правительством Свердловской области планируем запустить уникальный проект. Это внедрение единой тарифной зоны в городе Екатеринбурге. За счет чего и в текущем году, и, естественно, в 2023 году жители получат дополнительные возможности. То есть тариф Екатеринбургской агломерации будет сопоставим со стоимостью проезда в общественных видах транспорта. А у нас в Екатеринбурге в городскую черту заходит ежесуточно 130 поездов. То есть это позволит перераспределить потоки, добавить дополнительные возможности для пассажиров пользоваться видами транспорта. Это огромный плюс. На 2023 год мы планируем дальнейшее развитие электропоездов «Ласточка», в том числе в Тюменской области, на маршрутах до Ишима, в том числе в межрегиональные маршруты. Мы планируем в текущем году запустить сообщение Екатеринбург-Челябинск с помощью рейсов автобуса «Орлан». Ну и следующий год у нас юбилейный для двух больших городов – это Пермь и Екатеринбург. Данные города будут праздновать 300-летие. И мы рассчитываем запустить совместные межрегиональные поезда, которые объединят эти города в день празднования. Я думаю, для телезрителей, которые нас смотрят, такая галочка – куда стоит приехать летом 2023 года? Алексей Михайлович, летний период – отлично, и все-таки зима на носу. В связи с зимним периодом, какие работы вы проводите, какие уже провели? Изменения маршрутной сети будут минимальными, будет корректировка расписания движения поездов. Более того, мы не только не сокращаем маршрутную сеть, мы будем отдельные направления увеличивать. Мы традиционно запускаем горнолыжные экспрессы, в первую очередь за Пермский край. По подготовке инфраструктуры, как уже сказал, у нас 1 сентября начался осенний осмотр комиссионный по готовности электропоездов и вагонов для организации пассажирского сообщения в зимний период. На всех вокзалах, пассажирских зданиях ведется работа по подготовке к отопительному сезону, и уже порядка 75% объектов готовы к этому сезону. Мы приводим платформенное хозяйство на мотиву, создаем необходимый запас материально-технических средств, узлов и деталей. Алексей Михайлович, если говорить о пассажиропотоке зимнего периода, он снижается или остается на таком же уровне? Динамика, да, имеет тенденцию ежегодное снижение, но у нас, я говорю, что запущено очень серьезное изменение маршрутной сети, которая даст свой эффект накатке пассажиропотока, и мы снивелируем это падение. Плюсом еще я расскажу о том, что у нас в правительственном первом окраине принята льгота для студентов и школьников для 50% скидки на проезд, и мы уже сейчас наблюдаем с 1 сентября несерьезный рост перевозок данной категории пассажиров. За неделю проехало 6 тысяч студентов. Если сопоставлять с прошлым годом, это больше в 3 раза. То есть мы рассчитываем на привлечение данной категории к перевозкам, активное. Ну и, как уже сказал, то расширение маршрутной сети, которое мы произвели в летний период, оно даст свои эффекты и осенне-зимние. Алексей Михайлович, ну мы знаем, что зимой там у вас бывает серьезный минус. Пассажиры могут рассчитывать, что в поездах будет тепло, хорошо, комфортно? И в поездах, и на вокзалах, пассажирские здания пассажиры однозначно могут рассчитывать на тепло, уют и комфорт. К зиме готовы? К зиме мы готовы. Приглашаем всех пассажиров, всех гостей, жителей наших регионов. Для перевозок нашими поездами. Алексей Михайлович, спасибо вам огромное за этот разговор. Обязательно хочется приехать к вам в гости и поехать вот от вас и до Перми. Спасибо вам большое. Желаем хорошей погоды и комфортного путешествия всем пассажирам. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова